В эфире программа «Кто в доме хозяин?» Все, что нужно и важно, знать о жилищно-коммунальной сфере. Сегодня в нашем выпуске. Прошли со второй попытки. На каких условиях коммунальщикам региона дают лицензию на работу? Региональный оператор отчитался о ходе работ по капремонту. Какой сюрприз ждет жильцов высоток со старыми лифтами? С 1 июля изменится стоимость услуг ЖКХ. Куда обращаться, если рост показался неоправданным? На очередном заседании лицензионной комиссии нескольким управляющим компаниям, которые ранее не смогли получить право работать в сфере ЖКХ, разрешили вернуться на рынок. Мы выяснили, кто попал в этот список и почему. Так началось очередное заседание областной лицензионной комиссии. Голосовать по совести ее участникам предлагали люди, отрекомендовавшиеся председателями Совета в 13 многоквартирных домах из Новокуйбышска. На заседаниях привел руководитель компании «Народная». В ходе заседания выяснились интересные подробности. Должен озвучить информацию, которая поступила в наш адрес из МВД по городу Новокуйбышска. Суть, кратко, суть заключается в том, что по факту совершения из числа руководителя ООО «Новоград-сервис» правонарушения разрушено уголовное дело. Руководитель регулярный, почему говорю регулярный руководитель ООО «Народная» Допрошен в качестве подозреваемого по данному делу. Ему избраны меры пресечения в виде подписки, а не выявлены к женщинам поведениям. Я действительно Допрошен в качестве подозреваемого. На данный момент, это было 18 мая, если не ошибаюсь, на данный момент мне никакого обвинения не предъявлено. И вы сами прекрасно понимаете, что вину может... Вы, пожалуйста, голосуйте. Для нас это очень важно, для наших собственных это очень важно. Для меня это, как для руководителя, очень важно. Потому что, на мой взгляд, работая даже в период «Новоград-сервис», мы доказали, что... и я доказал как руководитель, что он может работать. Комиссия, однако, решила не рисковать, и в лицензии компании «Народная» было отказано. Уголовные дела на коммунальщиков заведены и в Тольятти. Я хотела бы довести до сведения членов комиссии, что в отношении группы компаний, руководителей группы компании «Молния» возбуждено уголовное дело по 159-й статье. В рамках которого установлено, что мало того, что причинен ущерб, руководители этой компании собирали деньги с населения и не платили ресурсоснабжающей организации в размере 34 миллионов за период с марта 2012 года по февраль 2015 года. Оставшуюся сумму еще просто не просчитали в рамках этого уголовного дела. Долги перед ресурсоснабжающими организациями заставляют коммунальщиков в Тольятти создавать поистине гениальные комбинации. Их цель одна – получить лицензию для дальнейшей работы на рынке ЖКХ. В ходе заседания участникам лицензионной комиссии пришлось распутывать остроумные схемы, по которым функционируют управляющие компании «Автоград». Я хочу сказать, что вообще долги, ну это долги жителей, как я уже сказала, долги жителей. Они превышают долги жителей, чем мы должны ресурсным компаниям. И вот так как у нас сейчас лицензии нету, жители, ну можно сказать, отказались оплачивать. Нет, ну это сейчас понятно. Оплачивают. Ну это тянется, это уже два месяца. А чем это мотивировало? Вот такие вот сгонки. Нет, это та компания, которая существовала на рынке, а теперь создала... А директор там одинаковый, тот и там не очень... Это мы должны сказать, мы должны понимать, что те деньги, которые 2,9 миллионов, должны были отправить. А вот АГК, это просто, как были, банально могут. Сейчас создают новое. Ну понятно. А вот коммунальщикам из самарских компаний газоэнергомонтаж и ВАСК лицензионная комиссия решила дать второй шанс. Правда, при одном условии. Всем компаниям, которым сегодня будет выдаваться лицензии, все они даются без домов. Нужно переподтверждать право им управлять. Проводить собрание, протоколы. Лицензии фактически это на право идти агитировать жителей. То есть начинает с чистого леса. Она должна эту работу действительно просто пересмотреть свои взгляды на работу с обращениями, со старшими по домам и просто с собственниками. Потому что несобираемость платежей, отрицание той или иной управляющей организации возникает только из качества работы. Если управляющая организация работает качественно, граждане первое платят, второе не хотят ее менять, и третье, собственно говоря, понимают, что они будут работать с ней дальше. А в сентябре лицензионная комиссия начнет судить коммунальщиков по их делам. Тем, чья работа будет признана неудовлетворительной, надо готовиться. Через год их могут лишить лицензии. В Самарской области продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Какой сюрприз подготовил региональный оператор для жильцов высоток со старыми лифтами и сколько домов планируется отремонтировать до конца текущего года в нашем следующем сюжете. Отчет руководства регионального фонда капитального ремонта заслушали на заседании профильного комитета областного парламента. В краткосрочный план работ фонда на 2014-2015 годы входит 861 многоквартирный дом. 431 дом полностью завершенной работы принято собственниками, комиссиями, в которых участвовали собственники. По оставшимся 374 домам везде идут работы. Срок окончания работ 1 августа 2015 года. На сегодняшний день за эти работы мы перечислили подрядным организациям 815 миллионов рублей из 2 миллиардов 34 миллионов. Представители профильного министерства дали оценку выполненных работ на объектах, капитальный ремонт которых завершен. Качество, которое присутствует у нас по работе фонда капитального ремонта на территории субъекта, не отличается, а по некоторым позициям даже превышает. Мы это увидели на ремонте подвалов. Говорилось на заседании о дальнейших перспективах. В краткосрочный план капремонта текущего года фонд включил 886 многоквартирных домов. Мы провели проектно-изыскательские работы, составили проекты, сметную документацию, провели экспертизу сметной стоимости этих работ. Из них 648 смет мы направили собственникам для рассмотрения и утверждения. Из 648 смет на сегодняшний день 249 собственников провели общее собрание, 249 многоквартирных домов и прислали нам подтверждение по срокам и по стоимости работ. Из них 172 дома мы разместили на торгах. 76 домов уже торги прошли и мы заключили договора. Жителям высоток со старыми лифтами представители фонда капитального ремонта сообщили хорошую новость. Мы в этом году применяем новую практику по рекомендации Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. Мы разработали программу замены лифтов с рассрочкой платежа в пятилетнем периоде. Таким образом, в этом году мы планируем поменять лифты в 136 многоквартирных домах, которые находились в программе с 2016 по 2020 годы. Рассчитываться будем в течение пяти лет равными долями. На сегодняшний день мы согласуем с собственниками. Те собственники, которые уже согласовали этот вид работ, мы размещаем на торгах. По 33 многоквартирным домам у нас уже заключены договора с Карачаевским механическим заводом московским. Он будет менять лифты. Говорилось на заседании о долгах перед фондом. Самыми крупными неплательщиками являются муниципальные образования. На 1 июня их долг за капремонт составил около 133 миллионов рублей. Представители самых крупных плательщиков Самары и Тольятти обещали погасить долги перед фондом до 1 июля. Особое внимание уделили и ремонту домов, отнесенных памятникам историков культурного значения. Только в краткосрочных планах работ за 2014-2015 годы таких домов оказалось 159. Работы по ним пока не ведутся, ведь стоимость ремонта памятника истории архитектуры на несколько порядков выше обычной многоэтажки. Руководство Министерства энергетики и ЖКХ предложило свой вариант решения этого вопроса. Нужно упростить порядок проведения ремонтов, что его удешевит автоматически там, где не затрагивается та часть, которая имеет историко-культурное значение. Тяжело говорить, чтобы прогнившие стояки имели какое-то значение с точки зрения историко-культурного наследия. Но имеют значение для безопасности. Кровли в массе своей тоже больше вопрос безопасности, чем историко-культурного наследия. И отдельно вынести вопрос фасадов, которые в массе своей и относятся к предмету охранных обязательств. Однако регламента, упрощающего порядок проведения ремонта кровли или замены инженерных систем в памятниках культурного наследия, нет ни на федеральном, ни на региональном уровне. А он бы смог существенно удешевить стоимость проведения работ в таких домах, а значит и ускорить их проведение. На заседании было принято решение рассмотреть этот вопрос в рамках отдельной встречи с участием Министерства культуры. В остальном депутаты темпами проводимых работ остались довольны. До конца текущего года, напомню, в регионе планируется отремонтировать около полутора тысяч многоквартирных домов. С 1 июля нас ожидает очередное изменение коммунальных тарифов. Программа «Кто в доме хозяин» выяснила, куда обращаться жильцам, если они заметили, что рост платы по квитанции неоправданно высок. С 1 июля в Самарской области изменится стоимость жилищно-коммунальных услуг. Корректировка основана на предельных индексах, разработанных Федеральной службой по тарифам для каждого региона. Пересмотр тарифов является мерой обязательной, потому что позволяет учесть для ресурсоснабжающих организаций удорожание в первую очередь топливно-энергетических ресурсов. В структуре тарифа на тепловую энергию более половины занимает стоимость топлива, которое определяется также федеральным правительством. В структуре стоимости воды более половины занимает стоимость электроэнергии. В Самарской области рост объема совокупной платы за услуги ЖКХ не должен превышать 9,3%. Это средний показатель по Приволжскому федеральному округу. Участники заседания профильной комиссии общественной палаты напомнили жителям правила чтения коммунальной квитанции. Порядок расчета платы за коммунальные услуги регулируется у нас постановлением правительства Российской Федерации номер 354, где расписан весь порядок. То есть даются формулы, по которым, ну вкратце, если у гражданина установлен прибор учета, то согласно постановлению начисление платы идет по показаниям этого прибора. Если его нет, то по нормативу начисления. Данный порядок касается управляющих компаний, ТСЖ и иных кооперативов. То есть он касается вообще всех организаций, которые занимаются управлением жилым фондом. Если житель заметил, что размер платы по квитанции, полученной после 1 июля, выше установленных в 9,3%, он может обратиться в жилищную инспекцию, прокуратуру и Министерство энергетики ЖКХ Самарской области. Все эти инстанции имеют право контролировать объемы платежей, выставляемых ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Если в ходе проверок выявят неправомерное повышение стоимости услуги, виновны ждут крупные штрафы. Программа «Кто в доме хозяин» продолжает следить за ситуацией в ЖКХ. Если у вас есть вопросы к нашим экспертам, если вы не можете достучаться до своей управляющей компании или недовольно работает ТСЖ, пишите нам на электронную почту. До встречи ровно через неделю на телеканале «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова